всех приветствую мои родные любимые и сердцем дорогие христолюбчики и брат сестры у христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго светлого и чистого все сферы вашей жизни чтобы все у вас было хорошо сладенько и ладненько мы с вами продолжаем серию видеороликов о йоге под названием йога во христе йога глазами христианина христолюбца началось все я буду напоминать вам всегда с комментария вопроса елены новикова о том как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане по моему мнению заниматься восточным искусством эти на ответы на эти вопросы я стараюсь дать в каждом своем видео я вам напоминаю и принципе хочу вас отчасти поздравить мы с вами заканчиваем сегодня мы с вами прошли представляете вторую степень до посвящения вторую ступень йоги не яма йогу она у нас с вами заканчивается шагом топазом называется он вы помните он если не помню то я вам показываю вам напоминаю он есть этот шаг и в первой вариации которая из пяти шажочков да и во второй вариации из десяти шагов то же самое топаз был на последнем месте мы как раз им и заканчиваем в первой пяти шагу пяти шаговой системе он был на третьем месте мы его тогда пропустили заменили разговорами и беседой моим монологом точнее о дании о благотворительности поэтому сегодня мы с вами эту серию заканчиваем вот в моем excel фальчик файлики мы зарисовываем с вами последний вот это вот шажочек эти две ступени проходим я заранее вам хочу просто сказать что мы с вами приближаемся к такому финалу ну или к переломному моменту вернее финалу а на самом деле вот эти две ступени были крупными большими в многошаговые по 10 шагов как видели остальные 6 ступеней или степени на скорее всего я посвящу каждый по одному ролику сегодняшний ролик по моему получается 22 из всей серии плюс 6 если еще это 28 ну и послесловие заключительный мой ролик такой всеобщий всеобъемлющий вывод я постараюсь сделать но 29 ну край если какой-то может быть что-то придется тоже чуть-чуть расширенно сказать но может быть чуть больше полу в принципе в 30 роликов я планирую вложиться это и так получился достаточно крупный обширный я считаю для меня как для христианина цикл о йоге я думаю что для многих из вас он оказался окажется еще мы еще только на середине все таки скажем так его нет не середине две трети я почему вы рука стоп 2 ступень но мы получать на две третьих если на 20 роликов с вами больше даже просмотрели даже на три четвертых 22 если в 30 уложимся в 28 практически три четвертых пути мы с вами действительно прошли это может быть может быть действительно справедливо говорить о фире каком-то подходе к финалу несмотря на все эти шесть ступеней все они будут очень близкого такого по ним понять и хоть они будут по-разному называться эти ступени но разговоры будет практически об одном и по сути не зря сегодня именно об этом говорю потому что именно сегодняшний вот этот шаг добродетель практика тапаса то есть эскетического образа жизни и положит опять помнить как и часть как мы закончили то как и название то было шауча помните да учили мы ей закончили она по идее явился первым шагом во второй ступени ну под по другой и так скажем традиции да и здесь тоже сам вот этот тапас он откроет нам вот эти так скажем как раз или предступенечка явится к последующим ступеням и все они будут говорить уже непосредственно о практике знаете их такая общая концентрация мысли будет говорить хотя мы уже естественно на второй ступени об этом проходили она все будет сконцентрирована на мне на мне любимом и вот как мне достичь вот чего-то такого божественного вне ближнего я бы вот так что для характеризовал да ну я уже так вас подготавливаю к тем итогам которым я подведу да вот и на что общего с христианством меня не раз пытались до в югизме так скажем уличить как христианина что я вот йох там какой-то и исповедуют этот весь восток я думаю что у тех кто искренне и адекватно объективно непредвзято послушает эти видео пусть даже человек противящийся мне или на меня как-то смотрящий косо я думаю все-таки должен убедиться что йогом я не являюсь да я не исповедует я это не проповедую основная масса вещей мне очень далека да и я естественно как всегда как христианин но об этом вы слышите в каждой мою пробку подведу итоги что же такое настоящее христианство пишет почему она является истиной и почему именно это приносит и делает человек по-настоящему счастливым потому что там речь идет о любви ко всему божьему творению о радости жизни чего в йоге в основной своей массе несмотря на все эти кто-то скажет ну вот же мы там тоже пару раз считали да нет сегодня мы опять убедимся на примере вот того же самого да у них есть вот это не делай зла сколько может добра и казалось бы это первые ступени я согласен да но это первые ступени хотя без них кажется никуда но а христианство это верх совершенства эти первые ступенями является для йогов это как будто ну такое ощущение что проходящий этап какой-то вот явно это будет в итогах я скажу но все-таки сегодня тоже хотел подготовить потому что у нас такой переломный момент и думаю что после этого очередного сегодняшнего ролика вы в этом убедитесь мы с переходим к опять нашему же полюбившемуся сайта традиция надхов на нем мы почитаем о тапасе что же это такое тапас также тапас я дословно огонь жар очистительные духовные дисциплины такие как аскетизм покаяние и жертвоприношения давайте сразу я кое-что все-таки прокомментирую чтобы не забыть вы знаете немножко для меня такое странное определение то есть тапас этот это духовные дисциплины и автор перечисляет такие как аскетизм аскетизм я согласен если это перевод так скажем тапаса да а уже покаяние вы знаете покаяние превратили в какую-то я даже не знаю как какие правильные слова подобрать покаяние это изменение моей греховной жизни мои зла знаете очень любит вот ортодоксальный псевдо христиане вечно кается нам надо каяться каяться кается в чем они там кается вот это иисусова молитва живой пример потому что они вечно кается 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 что значит все время это покаяние бог требует от нас пока дня не просит ждет нашего покаяния так покайтесь нас еще я всем всегда когда у человека слово покаяние должно ассоциироваться с детским воспитанием когда нас еще родители нормальные должны были некоторых я надеюсь а может быть и многих так и воспитывали что такое покаяние нас учили такой мудрый глубокой истинной фразе неважно кто наши родители были об этом не раз своих проповеди христианских говорил и говорю и продолжаю буду говорить что такое покаяние есть очень хорошая детская вот это определение который всем нам должно быть из детства знакомы если люди выросли в более менее нормальных семьях неважно какие лиги они были на разве когда ты плохо кому-то делать и мама или папа говорила что-то пойди скажи прости я больше так не буду вот она покаяние одно единственное идеальное верное совершенное правильное определение покаяния прости я больше так не буду причем ребенку говорил простить не у себя прощение простить ты там мальчика обидел девочку во дворе прибегаешь к папе по прости я больше так не буду девочка ты гришь обижать ты гришь иди и извинись перед этой девочкой а то мы все любим под полотенчиком к батюшке бегать к попику и просить там у бога небесного отца прощения за то что я видишь ли там обокрал пенсионерку это православие скатальцизм могло такой бред придумать такой ахинею и даже до сих пор проповедует это лапшу людям на уши вешать только протестантизм мог придумать том что иисус взял все свои грехи пригвозил к христу и ты ешь пей веселись но если нет тоже к пастору придешь поплачешься ты свет по определению поверивай иисус христа и поверить его искупительную жертву вот в это пригвождение твоих грехов к христу этому иисус никогда не учил никогда иисус этого не говорил и так не делал и не учил так поступать вот тут тоже не совсем понятно да практике покаяния человек должен не просто практиковать какой покаяние человек должен реально познавать о чем в принципе казалось бы в югизме с вами тоже читали он должен человек должен познавать что такое хорошо что такое плохо если ты в детстве там не научился а из научившись потом согрешал как все мы с вами этот путь проходили действительно когда ты познал бытие наелся всякого дерьма я прямо скажу да прямым языком в жизни потому что целого зла мы все равно вкушаем только зло в этой жизни когда действительно господь посещает человека и ты те надоедает это эти фекалии есть это все это изблевываешь из себя и меняешь свою жизнь что такое дис духовная дисциплина покаяния звучит как то опять знаете уж больно формально я конечно понимаю что читают тексты может быть любой йоку также нормально объяснит но тексты вот как то я читаю мне не очень это да и анд креститель причать притечи господню что выпиял к иерейскому народу покайтесь и сотворите плоды достойной покаяния не грыл кайтесь постоянно покайтесь и сотворите плоды соответствующие противоположные тем злым делам которые вы делали это и есть ваше покаяние раскаяться в том и сотворить другое противоположное злу добро вот и все а так как то звучит очень до богословские схоластические по школьному оба образованию такому семинарскому до дисциплины такие как аскетизм покаяние жертвоприношения какие-то тут уж я вообще боюсь опять гадать что потому что я что там в юге за жертвоприношение я да тогда до такого не дошел не дочитал видом не допрактиковал я вот не помню чтобы я особо но тут пишет видимо это да не все еще узнал ну и слава богу какие жертвоприношениях в йоге идет речь казалось бы при той же самозащите животных или вот эти бескровные жертву богу богу как у православных да понапридумали эти богослужения кому нужна эта жертва разве иисус какую-то бескровную жертву богу приносил разве когда он просто ужинал со своими учениками в очередной раз и сказал что каждый день когда вы будете кушать вспоминайте обо мне чтобы не забыть вам вообще зачем вы живете христиане но он разве называл это какой-то бескровной жертвой бога все есть тело мое что такое тело что такое хлеб что такое кровь и даже символы хлеб символ жизни вино всегда символ радости наоборот и по цвету символ крови и жертвенной любви вот и все поэтому кушай хлеб думаешь о жизни пьешь вино радуешься и готовишься к жертвенной любви вот что иисус заповедовал никаких он на обрядов мистических не создавал богу ничего это вообще не надо он этого не просил делать не адама с евой и не просил не учеников своих и не будем и ты и этим бредом религиозным заниматься на новой земле и на новом небе там все будут просто пребывать в любви и радости богу от нас какие-то рабские богослужения жертвоприношения не нужны что тут в йогизме опять какие жертвоприношения ну смотрим дальше топаз как огонь означает очищение процесс раз от тождествления сознания с материальными объектами и направления восприятия в более высокой мерности но вот опять вот это вот егическое почему мне когда меня в йоге пытается записать вот это вот егическое мировоззрение о том что миром ну кто знает в христианстве тоже были разные секты там марки они ты так далее кто изучал историю христианства древнюю там тоже были которые там все то же самое и неважно откуда как это с востока задуло или там все было кто изучал прям видят вот историю да они про там кого-то еретиками считают и так далее но я здесь вот в этом плане полностью согласен вот этот пренебрежение какой-то материи разотождествление своего ума то есть все вот на тебя воздушно мир он есть все бытие это бог нет никакого злоба злого бога демиурга ну кто знает тот поймет о чем я говорю да тоже там есть такая одной одной из всех там христианство было и так далее да там злой хороший бог и пошло-поехало две энергии два начала материя вообще грубая там а чуть ли не от сатаны да и все что есть бог в боге нет в самом ничего самом себе плохом только только свободное создание сознание может до решается творить зло и через плоть имеет возможность реализовать воплощать это зло и вот это вот когда я все равно со мной что-то спорит я просто ну я я все-таки занимался это йогой так скажем я практиковал я общался с людьми я читал вот эту литературу я не ум я не тело но это же бред собачий я и ум и тело я человек отвергаться собственной природе ты есть отвергаться истины ты то что ты есть я есть им это бог это бытие вот это вот разотождествление сознания с материальными объектами рабом конечно не надо ничему становиться человек ты свободен но бог всячески вас во всем а у йоги вот это вот цель я не ум я не тело до ничего общего с материальным миром я не имею ну как ты не имеешь мне это чуждо мне это не заходило самого начала и до сих пор не заходит сколько лет прошло более высокие мерности да ну и у христиан там такая у псевдо христиан такие же загоны загон из аскетические практики вот мы читаем дальше посредством аскезы аскезы это атлет упражнения посредством упражнения вы устраняете томас что такое томас статически подавляющий принцип инертность плотность сила сжатия сопротивления распада в теле и сознании как они его уничтожают все умрешь как и все развиваете осознанность и самоконтроль топаз полезно совершать если вы где-то себя не проконтролировали совершили ошибки самое лучшее если на них вам укажет гуру так как самому их очень сложно увидеть еще дальше читаем из других материалов тут ведь просто источники разные дает автор аскетизм то есть принятие такого образа жизни который позволяет уму и тело спокойно воспринимать любые изменения заметьте чего климатических условий и внешнего окружения йог приучает тело безболезненно переносить жару холод дождь и прочие перемены погоды вкушать грубую и невкусную пищу соблюдать пост так он обуздывает всякую избирательность в предпочтениях тела чувств и ума вся жизнь должна быть хорошо налаженной вы знаете вот это вот такая вроде бы может быть кому-то покажется даже красивая фраза вся жизнь должно быть хорошо налаженной а что мы с вами только что прочитали в чем это налаженность вот посмотрите налаженность жизни оказывается у йоги вот судя по этой практике топ-то тапаса да заключается в том ну во первых по поводу давайте начнем вот этого приучение тела и чувств получается что тело к воздействию внешней природы не чувствовать холод не чувствует тепло то есть ты можешь сидеть на улице да не одеваться в одежду и так далее вы знаете я когда это тоже практиковал я жил без отопления принале градусе всякое пытался практиковал я да тоже вот такого вот начитавшись и в восточных учениях и в христианстве в свое время все это да как там монахи в пещерах жили до в пустынях скитались знаете я все время у бога спрашивал господи вот всякие тюлени там плавают в северных ледовитых океанах туда же дубильник руку не засунешь там она сразу коченеет живут вон даже в любой стране волки лисицы вот именно зайцы как тут мы одомашнили всех животных а ведь в принципе у любого домашнего животного есть аналог в дикой природы да если мы их не на машине они как-то живут ничего выживают кошки полно в лесу дихий кошек собак то есть волков полно кроликов полной зайцев зайцев живут как-то до без нас они почему-то теперь не могут прожить которых на домашние ли а почему-то в лесу они спокойно жили что-то ели как-то от холода скрывались как-то господь придумал они лежат могут на снегу на дубильниковый я вот нас сегодня вы видите на экране 1 мая 2020 года у нас в этом году не было зимы центральном черноземье у нас ни разу практически там несколько раз выпал снег сразу растет все и у нас водохранилище которая стоячая в принципе один раз чуть-чуть замерзла и все а так она всю зиму простоял открытым у нас так и не улетели утки я сколько гулял все время вечерами прогуливаюсь по этой набережной живу недалеко от водохранилища они так и не улетели на теплые края они так и перезимовали здесь то есть у них была вода там какие-то водоросли что-то плавают в принципе то дубильник понятно около ноля все равно крутилась почти сжимал и совсем несколько островков оставалось они живут что так утка на нее посмотришь лапки там вот такие они не мерзнут они целый день на этом льду на этом бетоне и ничего я говорю господи ну дай такую что тебе сложно было человеку чуть толще подкожного жира какого-то сделать чуть больше шерсти если надо это же было нормой это сейчас кажется если человек какой-то будет весь вот такими волосами покрыт покажется странным но если бы мы все такие были это же не было бы странный но почему такие немощные да уж как по начитавшись кто читал действительно вот эту монашескую аскетическую литературу и все тебе хочется быть ангелом они там их называют ангел на небесами действительно тебе ничего не надо ты ешь что с неба валится или там у тебя в пещере хлебушек появляется по божьим повелению ли ты можешь корешками питаться ты ни во что не одеваешься там некоторые святые волосами вот так целиком как медведи обрастали и все у тебя хорошо ни свет ни электричество ты не мерзнешь ты ничего или как-то мария египетская да 12 лет она там сколько 20 страдала кричала вопила 10 раз нее кожа слазил ну а потом она превратилась такого ангела и ты начинаешь идти этим путем хотя потом ты начинаешь задуматься это вообще правда все или нет там пару случаев таких есть и ты вообще думаешь это вообще не сказка случайно на одной сказке сколько людей бедных повредилось и вот здесь вот то же самое вот я вот это читаю сколько этих йогов там да правда которые знаете ну многих йогов видят они тоже там сидят в известных местах где-то на публичных а вот знаете такие достаточно серьезные сказки про то как на них там полотенце где-нибудь в альпийских горах сушат вы знаете на самом деле почему никто никогда не видит в основной своей массе они где-то там да где-то они есть эти йоги эти супер просветленные до сидящие уже даже не на земле а левитирующие где-то на некоем расстоянии от земли или облачки эти чудо йоги просветленные но их никто не видит да они там никому себя не показывают или максимум их там ученики вот они рассказывают да вот это вот это стоит в этой жизни кто это практиковал тот понимал на сколько и рупас потратил он пустого времени многие повреждались от этого теряли здоровье вот именно телесное душевное ну и духовное мозги то на бикрен съезжали вот это делает меня святым это приближает меня к богу разве тюлень который грудь не мерзнет в северном взглядом тяне он ближе и вы станете ближе к богу если вы станете тюленем не конечно начинаешь своими мозгами шевелить и просто ты из-за таких вот уже проповеди уже истин до человек люди конечно ведутся особенно которые открывают свои сердца к истине а им туда накидывать неизвестно чего как христианин я вообще поражался как я сам этим заражался через псевдо христианские секты такие как православие через их нежитийную бредань бреданческую литературу под названием бредания старичков и бабьих басен всегда смотришь на иисуса иисус сразу этим занимался да иисус один раз испытался в пустыне но он не уходил на всю жизнь пустыню он туда и вышел в силе духа и обычной земной жизнью служил людям конечно многие чудеса творил божественной силы чтобы мы все узрели кто он и поняли это да вот а занимался он обычно вещами вещами проповедовал людям любовь радость мир кротости смирение счастье которое ждет человека и здесь когда он это будет исполнять и веки вечным по начитаешься такого бреда разве вот иисус когда это евангелие читаешь настоящий христианство же то которое дошло до нас со всякими искажениями извращения через псевдо христианские секты но даже там мы этого не видим лишь через призму бреда не у тебя начинает искажаться истина иисус этим не занимался некий практики не не преподавал самых не делал и не преподавал хотя сам учил сотворить и научить и сам творил и учил и мы этого не видим чтобы он это дело почему я сейчас конечно и как йогам или кто-то может практикует становится на этот путь кто-то может уже поврежденный выходит с него хоть сказать освободитесь от этого будьте свободны бог дал всем одинаковую природу и цель жизни человека не изменить этот рот и и не изменишь все эти сказки что-нибудь там тоже да я в своей жизни сам лично видел глазами кто знает есть такие босоногие у меня в городе такой живет я лично с ним общался я ездил к нему в гости есть такой я сам видел как он так живет этого можно достичь он зимой ходит в одни кто знает бриджах и они такие уже по всей по всему миру такие есть их тоже называют секта босоногих да они ходят в основном в одних бриджах это длинные шорты да в основном это футболки как и борцовки да и босиком причем круглый год даже в зиму стоят вот на бетоне ничего да как то можно привыкнуть да он где-то не болеет да что-то можно в своей жизни менять но это не цель жизни это не приблизит тебя никак к богу ничего подобного максимум тебе это сделает может быть здоровым дай бог если ты правильным путем пойдешь если есть действительно хороший учитель и тебе это какая-то польза будет то что просто будешь здоров пожалуйста можешь перейти на такой образ жизни можешь ходить всю жизнь и в ботинках простых недорогих ботинок на который заработать тебе совсем не сложно вот и все поэтому по поводу этого вода это все катается тело души то же самое да тело по поводу вкус еще здесь вот опять да то же самое мы с вами читали опять вот это пренебрежение и отречение от всех удовольствия мира но не истина это кто испытает себя в отречении всего это тут поймешь что жизнь просто становится бессмысленна бессмысленно тебе жить не хочется я когда сам и практикался им сдал богу вопрос господи я читаю этих монахов кто от меня это слышит услышу знаешь что это не первый раз говорю потому что все так и было я сдал богу все эти пять лет что я также жил аскетической да вот этой всякой жизни с такими тоже достаточно жесткими порой практиками если им был зал вопрос я читаю этих монахов что они потом чего-то тоже достигали или вот эти йоги или какие там неважно кто-то христианами называть не христианскими монахи там тоже под них разберюсь вот и какой сердце они там относились вы слушай господи они гедонистичные то есть гедонии это жажда наслаждения да я говорю они гедонистичные всех людей на земле они вроде бы пытаются отречься от всех удовольствия мира но при этом вот даже в йоге мы читаем они же стремятся к мокша к нирване и к прочим к прочим вещам обозначающих что счастье нирвана то есть полный мир мокша освобождение то есть они как бы стремятся к неким удовольствием через отрицание каких-то удовольствий кто это им сказал к еще большим причем зачастую то же самое православие там католицизм со своими святыми на суд с которой что типа вот они там достигают какого-то нереального в том блаженства услышать получается они еще более гедонистичные ну нашим словом жажды и наслаждения да они вроде бы говорят все время о таком воздержание постели все-таки смурные отрицал и всего этого и тут же получается они стремятся то есть получается вещь просто абсурдно они стремятся к этим супер удовольствием супер каким-то божественное наслаждание где они там сутками прибывают на неделю там залипают в какое-то состояние как описал павел что он был не знаю в теле не в теле вознесенным на непонятно какое небо да и видел и слышал и чувствовал то что и на сердце не приходило даже человеку никогда и все так я группа учатся в чем смысл эта жизнь уже здесь просто туда залезть раньше времени а иисус говорил что всякий кто туда полезет как разбойник да не в брачной одежде будет оттуда извергнут разве иисус этому учил нет не учил все это опять когда начинаешь вдумываться вчитываться в том же самом христианстве да почему сейчас так еще особо горячо говорю как всегда когда касается чего-то близкого к телу до христианство в частности для меня все это не имеет ничего общего с жизнью учения иисуса христа ничего общего вот югизм потому что вот это мы видим читая здесь опять до вкушать опять грубую невкусную пищу почему ты должен вкушать невкусную пищу в чем смысл этого чтобы достичь каких нереальных еще больших удовольствий я пройдя опытом жизни все это вам свидетельствую все это бред живите спокойно радости жизни творите добро будьте мирны будьте смиренны кротки про дне забитости не целование туфель всем на свете людей помраченных до темных это не об этом конечно же речь идет смирение противоположный добродетель страсти тщеславия гордости не тщеславия гордость превозношения то есть над кем-то да кротость это противоположное тщеславию когда ты не жаждешь власти тебя не нужна при этом ты можешь быть популярным человеком особенносты там кто-то проповедник тот же самый не говорит что ты стремишься к тщеславию ты не кроток да будьте терпеливы в нужных скорбях вот и все а это все я вот против этого дальше так и пойдет вы знаете потому что все что мы дальше с вами я в принципе думаю заканчивать уже полца поговорили достаточно вот сегодняшний это последнего шага нашей второй ступени все шесть ступень будем вот вот в таком духе читать опять вот эти вот практики практики опять эти цепи узы правила направил как в христе в псевдо христианстве заповедь на заповедь позы вот эти все какие-то что упражнения так называемые не упражнения даже в добродетели как павел хоть и призывал упражняться в добродетель в добрых делах конечно подразумевал возрастания которому тоже не раз говорил конечно не сразу становишься совершенным об этом всем нам известно и понятно вот но вот на это обращать внимание все это вот это вот отрицание мира она присутствует в йоге мира не как кто правильно понимает новый завет там это слово всегда параллельно или 70 синонимично как хотите говорится грехи о зле вот а я меда отрицание мира божьего мира тоже бог создал мир все что мы видим создано богом и это не в себе самом неплохо не хорошо вопрос как мы этим пользуемся в общем вот это вот вот все что сюда вошло мы так поговорили да вот об этом тапасе я считаю что все это пройдя опытом жизни очередным все это пустое по большей части если это правильно конечно это смысл вложить на то что даже мы с вами читаем игры зачастую это все пустое все практики там тело там счет добиться она сгниет твое тело 10-20 или 30-40 болячки никуда никто не денется никакую всем известно что в принципе вроде как будто умер от чего-то почки ничего там болели живот избежать не болячек не смерти никому не удастся при всех этих и хождение босиком так к так задумал господь отчасти чтобы мы через эти страдания кое-что тоже понимали да ну там причин страдания и скорби болячих в частности смысле тоже много разных но и вообще любых страданий да вот именно что христианство дает ответ на четкий четкий ответ на этот вопрос мы учимся жертвенной любви совершенству и в терпении в любви и в радости вот такой сквозь зубы чтобы оценить вот это все и уже в небесном царстве пребывать знай этому цену радости счастью которые вокруг нас присутствуют вот так вот ну что заканчивая ответами на вопрос елены да как я отношусь вот к такому вот йоги к такой и добродетели как и в кавычках можно взять такой практике частности сегодня говорили о тапасе который себя вроде как включает и какой жертвоприношение о нем вообще ничего не сказано даже и думать не хочу но так предположил что если это вообще какие-то животные опять жертвоприношения дащи караул дашки бескровные жертвы опять богослужения какие-то все это чушь выкинуть на дать на помойку богу ничего от нас не надо эти жертвоприношения богослужения вот покаяние должно быть у человека разово бесповоротное от зла мы должны отрешаться тут же в добродетели мы возрастаем да это непростой путь восхождения в небесное царство но из ада ты восстаешь в одну секунду ты каешься возвращаешься в рай туда где створил тебя господь чистым и непорочным но и по поводу аскетизма это вообще опытом проходя понимаешь все это от решения даже от всего законного вот этого не от зла уже от законных добродетелей ничего не дает человеку ничего разве что действительности испытание себя в этом человек может открыть насколько эти радости действительно ценные дорогие и действительно являются радостями для человека и надо в меру и без вреда к другим наслаждаться ими и быть сейчас и счастливым и делать других счастливым посредством этих радостей вот и вот этот вот бессмысленная от опыта своей жизни также говорю аскетизм он ничего не дает человеку ничего он не сделает его счастливым и не сделает счастливым людей животных природу вокруг него да но это можно узнать изведать только опытом наверно может быть и можно в теории конечно принять но я это все проходил опытом пустое а Продолжение следует...